Дидье, очень рада видеть вас вместе со старшим сыном Себастьяном. Вижу, красота передается вашей семье по наследству. А музыкальный талант? Себастьян очень способный в плане музыки. У него замечательный слой. Когда ему было лет 9-10, я учил его музыке, но обучение шло тяжеловато. Я часто уезжал на гастроли. А еще, глядя на папу, он стеснялся играть. Да, я хотел играть на фортепиано, но сразу так же хорошо, как папа, чтобы никто надо мной не смеялся. А еще я боялся играть на фортепиано отца. В детстве мне казалось, что я испорчу рояль, если буду нажимать на фальшивые ноты. В итоге я занялся не музыкой, а радио. Не сочиняю музыку, а транслирую. Себастьян Дидье до интервью успел рассказать, что во время концерта в Лужниках вы помогли ему устроить трансляцию концертов в космос. Да, я работал на радио, телевидении, занимался телетрансляциями, монтажом, съемками, многих. С 2011 года я езжу с отцом на гастроли и помогаю ему. Все началось с того, что я помогал ему найти видео для концерта. Потом стал его ассистентом на сцене, решал вопросы с декорациями, светом, звуком. Это счастье, что мой сын работает со мной. Я ему безгранично доверяю и знаю, что он может воплотить в жизнь все мои идеи. Дидье в 1992-м вы стали первой западной группой, выступившей на Красной площади. Помните свои ощущения? Это величественное место. Я ощущал невероятную гордость, выступая там. Каждый раз у меня мурашки по коже при воспоминании. Себастьян, знаю, есть один концерт отца, который вы не забудете никогда. Тот, на котором вы сделали предложение своей невесте со сцены. Как пришла в голову эта идея? К тому времени мы с Фани встречались уже шесть лет. Я хотел сделать ей предложение, но не как все. Я предложил отцу, а давай я сделаю Фани предложение со сцены. Он ответил, это гениально. Мы договорились, что об этом никто не должен знать. Да, это было полной неожиданностью для всех. И так необычно, ново, романтично произнести со сцены «Фани, если ты согласна, выходи за меня замуж». Какая девушка ответит «нет» после такого? Я расскажу маленькую предысторию. Я должен был сделать предложение после первой композиции, после антракта. Позже Фани призналась. Знаешь, твоя идея могла провалиться. Мы в это время были в баре с твоим дедом. И вернулись в зал как раз в конце первой песни. И буквально за минуту до твоего выхода на сцену. И когда Фани увидела меня в другом костюме, удивилась, что он собирается делать. Первым догадался, мой дед, он собирается сделать тебе предложение. Она «Тише, я хочу это услышать!» В зале было 6-7 тысяч человек, и я сказал ему «Фани, выходи за меня, если согласна, если нет, я пойму». Оборачиваюсь на отца, он на переводчицу, которая вместо того, чтобы переводить, стоит с открытым ртом. Сначала никто ничего не понимал, но потом взорвался аплодисментами. И я увидел свою жену, которая вышла на сцену и выдохнул. На следующий день Себастьян и Фани оказались на первой полосе всех местных изданий. Я где-то позади. Все писали лишь об этом предложении руки и сердца. Дидья, у вас трое сыновей, а Себастьян подарил вам двух внучек и внука. К ним относитесь, наверное, не как к сыновьям. Балуете больше? Я их вижу нечасто, но, конечно, внучек и внука я обожаю. Так получилось, что я стал отцом очень рано. Себастьян тоже. Сейчас у меня снова появились дети. И между моими сыновьями и детьми Себастьяна небольшая разница. Но это необычно и здорово. Себастьян, все знают Дидье как талантливого музыканта. А какой он отец? Очень хороший. Когда родился мой первый младший брат, я видел, как отец его целует, обнимает, заботится. И вспомнил, как он заботился обо мне. Папа в ответственные моменты всегда был рядом, водил меня в спортивные секции. На самом деле это роскошь. Я не пропустил ни первого слова, ни первого шага своих сыновей. Я часто играл на фортепиано, а Себастьян приходил. Ему было года два. У нас даже где-то есть фото. Он приходил и спал под фортепиано у меня на коленях. Дидье, в начале карьеры ваша группа Space выступала в костюмах космонавтов. Получается, что Magic Fly и другие песни облетели весь мир, а вас при этом никто не знал в лицо. Первый год, да, я скрывался за костюмом космонавта. Но это оказался хороший маркетинговый ход, который добавил нашей группе популярности. Знаю, вы собираетесь ставить мюзикл о Юрии Гагарине. Я этим занимаюсь уже три с половиной года. Это сложно. Нужно много денег, чтобы поставить спектакль. Он называется «Курс к звездам». Там вся история космоса от первого полета Гагарина до Армстронга. В мюзикл войдут 28 песен. 20 я уже сочинил. Сначала мы запустим его во Франции, а потом привезем в Россию. Земля! Здесь Гагарин! Он рукой помогал и поехали, сказал. Он взлетел над землей и не знал, что он герой. Возвращаясь к теме свадеб, ваш кузен недавно женился на дочери Клода Лелуша. Вы не работали на ФСБ, прежде чем стать журналистом? Конечно, на ФДБ много лет. Вы отлично подготовлены. Спасибо. Клод Лелуш не предлагал вам написать музыку в своем фильме. Он обычно работает с Франсисом Леем, но было бы здорово поработать с Лелушем вместе. Я мечтаю сочинять музыку для фильмов. Мне нравится русское кино. Может, мой менеджер в России, Наталья, поспособствует этому? Себастьян, а ваши дети уже были в Москве? Старшая дочка – да, дважды. Марилу приезжала в животе своей мамы, а Матео пока нет. Вообще, Москва невероятно изменилась. Помню, раньше невозможно было найти даже зубную щетку в магазине. А сегодня тут настоящий бум. И я всегда рад быть здесь. Мы любим с отцом ходить на рынок, ездить на метро. Я всегда хожу на рынок. Мне нравится покупать продукты там. Это то, что интересно. Настоящая жизнь. Она не в пробках, она в метро, на рынках, в людях. Мне приятно знакомиться с людьми в России. Искренне хочется понять, чем вы, русские, живете. Спасибо вам большое. Это было настоящее удовольствие общаться с вами. Готов давать вам интервью всегда, когда приезжаю в Москву. Я всегда рад вас видеть. Это взаимно. Спасибо. 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 Спасибо.